Доброе утро! В нашей патриотической студии мы сегодня поговорим о развитии спорта в детской здравнице и о молодежной политике с начальником управления по делам семьи молодежи спорта Иван Ивановичем Прасоедовым. Иван Иванович, здравствуйте! Доброе утро! У нас заканчивается год развития массового спорта. Давайте коротко для начала подведем итоги, что успели сделать за этот год нового. Год массового спорта, как год, созданный, объявленный постановлением администрации города Ивпатория, заканчивается. Но массовый спорт у нас в самом начале развития, то есть развитие массового спорта на этом не заканчивается, но первые результаты действительно уже есть. Главным итогом, наверное, года массового спорта станет повышение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан нашего городского округа. Центру массового спорта, управления по делам семьи молодежи и спорта удалось систематизировать ряд процессов развития массового спорта в городе. Мы объединили под этим процессом достаточно много учреждений города, учреждений санаторно-курортного комплекса, фитнес-клубы, тренажерные залы. То есть мы систематизировали некоторые процессы, запустили ряд системных мероприятий, то есть турниров, соревнований, которые будут ежегодно. И задумываемся над тем, чтобы организовать корпоративные игры определенные в городском округе в следующем году уже. Ну и из таких интересных, наверное, мероприятий, которые в рамках года массового спорта прошли, у нас был реализован пилотный проект, направленный на самоорганизацию населения вокруг массового спорта. Мы объявили и провели уже конкурс на лучшую организацию спортивно-массовой работы во дворах нашего городского округа. Что это означает? То есть мы этим конкурсом искали активных граждан, которые готовы, то есть у них есть умение и есть желание на тех спортивных площадках, которые создаются на территории города, объединить и привлечь к массовому спорту своих соседей, родных, близких. То есть организовать на этих спортивных площадках какую-то жизнь спортивную. Ну я вам скажу, что результат удался, то есть результат достигнут точнее. Было 10 заявок и первые три заявки, то есть точнее три лучшие заявки получили денежную премию. То есть 25 тысяч, 20 и 15 тысяч это граждане, которые достигли наибольшего результата. То есть привлекли либо больше людей к развитию массового спорта, либо сделали это мероприятие системным, то есть каким-то интересным. Ну я думаю, что этот проект будет жить и в следующем году мы постараемся сделать его более масштабным. Расскажите, что сделали победители? Такие своеобразные тренера во дворах или как это происходит? Это люди, которые в свободное время организовывали спортивно-массовые мероприятия, которые отнеслись с душой к этому. То есть вы же понимаете, когда 10 заявок, когда конкурс есть в самом деле, да, то есть когда есть из чего выбирать, то выбирались победители, исходя из того, кто наиболее интересно, наиболее творчески подошел к процессу. Например, третье место занял гражданин, житель Евпатории, которому 83 года, который на спортивной площадке возле 8-й школы Евпатории просто нашел и вывел на спортивную площадку порядка 20 своих тоже людей старшего возраста, скажем так, которые занимаются с ними каждое утро, которые привлекают их к массовому спорту. Вот таких людей мы ищем. Это единичный случай, когда привлекают к массовому спорту пенсионеров или все-таки занимаются людьми этой категории, или как-то более системно? Ну, вы знаете, что на территории городского округа Евпатория порядка 30 тысяч людей старшего возраста, пенсионеров. И вот с текущего года мы начали активно заниматься этой категорией населения в части привлечения их к спорту. Мы создали в октябре ветеранский общественный совет, который возглавляет Владимир Алексеевич Рыбалко. И с двух сторон будем подходить к решению вопроса к систематическим привлечениям этой категории населения к спорту. То есть мы, во-первых, будем привлекать их на спортивные площадки, во-вторых, организовывать для них спортивные мероприятия. Вот в конце текущей недели состоится в Евпатории спартакиада людей старшего возраста, в которые можно собрать команду, если ты человек пенсионного возраста, собрать команду и принять участие. Много уже желающих? Уже, по-моему, шесть заявок, то есть мероприятие точно состоится, точно будет интересным. Центр массового спорта совместно с управлением подготовит достаточно интересную программу. То есть это будет не просто пробежать 30 метров, это будет в игровой форме соревнования. Расскажите, какие еще итоги можно подвести в этом году, что еще происходит интересного в городе? Ну, интересного в городе. Мы работаем над созданием спортивной инфраструктуры, как открытой, так и крытой. Что имеется в виду, вот в субботу мы открыли очередную игровую спортивную площадку на этот раз. Повезло жителям пятого вигородка, там очень активное по-хорошему население. То есть вот душа радуется, когда смотришь, как люди самоорганизовываются. Вот действительно то, к чему мы стремимся. И пока эта площадка обустраивалась, там местные жители, они просто выполняли функцию охранников, решали вопрос с подключением. То есть и результат был достигнут. Площадка очень классная. Специалисты отмечают, что это, наверное, одна из лучших площадок на территории города. И с удовольствием отмечаю то, что в Мирном и в Новоозерном работы по обустройству аналогичных площадок тоже завершаются. В Мирном уже на стадии завершения, а в Новоозерном, думаю, через две недели мы уже получим тоже первую игровую площадку в этом поселке. На открытии новой площадки побывала наша съемочная группа. Я думаю, что нашим телезрителям мы об этом расскажем в вечернем выпуске новостей. Будет очень интересный информативный сюжет. Мы хотим еще поговорить с вами по поводу строительства нашего Дворца спорта и ФОКа. Это вот самая, наверное, обсуждаемая сейчас тема в городе. Уложится, не уложится подрядчик в срок? И на каком этапе вообще сейчас работы идут? Подрядчик активизировался, держит руку на пульсе этого строительства глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов, ежедневно контролирует ход строительства Министерства спорта, Министерства строительства. Роман Георгиевич Тихончук, глава администрации города Евпатория, ежедневно занимается вопросами, связанными с Дворцом спорта. Поэтому результат будет достигнут, точно будет достигнут. Я думаю, что в 2020 году город Евпатория получит новый спортивный комплекс, в котором будет 6 спортивных залов. И это будет большой шаг к решению проблемы нехватки спортивной инфраструктуры. По физкультурно-завидентному комплексу, который должен в следующем году появиться на улице Конституции, в ноябре текущего года должны завершиться торги на определение строительной компании, которая существует работы. И в 2020 году, скорее всего, мы этот объект получим. Но там много для меня неизвестных, потому что заказчиком по данному объекту является ГКУ Инвестстрой, это республиканская организация. Очень надеемся, что коллеги проведут эту работу. Будут ли новые какие-то секции, добавленные в Дорце спорта, свиты, может быть, с новым оборудованием, с новыми залами, или останется всего прежнему? Вы знаете, учитывая то, что сейчас в спортивной школе города Евпатория занимается порядка 2000 детей, и все эти дети занимаются либо на арендованных, либо на приспособленных площадях спортивных. То есть, пока Дворец спорта на реконструкцию, у нас нет ни одного спортивного зала, специализированного на территории города, если не учитывать спортивные залы общеобразовательных школ. Нам главное сейчас решить вопрос, чтобы всех этих детей объединить под крышей нового Дворца спорта. Поэтому давайте сначала сделаем один шаг, и потом будем делать следующий. Поэтому сейчас главное дать достойные условия для тех детей, которые у нас уже занимаются. Спасибо, Иван Иванович, за очень интересный разговор. Нам очень приятно, когда приходят к нам представители власти в студию, особенно когда они приходят к нам так рано. Мы не успели очень много вопросов с вами обсудить, поэтому ждем вас еще. Спасибо, буду рад. А я передаю слово Симферополю, студия.